Несмотря на ожидания ряда многосерийных премьер, на данный момент вышло уже достаточно сериалов, которые заслуживают пристального внимания. И если вы уже все пересмотрели, вот несколько свежих проектов, мимо которых точно не стоит проходить. 1923 Американский драматический сериал, созданный Тейлором Шериданом в жанре вестерн. Также это приквел популярного нео-вестерна Yellowstone, повествующего о семействе Даттон. Действие происходит в 1932 году, после Первой мировой войны во время Сухого закона. В это нелегкое время Монтана, как и остальные штаты, оказывается в преддверии Великой депрессии и переживает серьезный экономический кризис. Следующее поколение семейства Даттон борется за выживание в период исторической засухи, беззакония и беспредела, связанного с кражей скота. Помимо Харрисона Форда, в проекте также появятся Хеллен Миррен, Тимоти Далтон и Роберт Патрик. Джордж и Тэмми Это биографический мини-сериал, главные роли в котором сыграли Джессика Честейн и Майкл Шеннон. Всего за шесть эпизодов создателям удалось сжато рассказать полную версию душераздирающей и правдивой истории кантри-звезд 80-х годов. Проект расскажет о жизни Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, где они стали легендами американского кантри. За творчеством пары и десятками хитов скрывалась история трудного брака, который стал испытанием для обоих музыкантов. На втором плане можно будет заметить не менее харизматичных звезд – Уолтона Гоггинса и Стива Зана. За постановку отвечает режиссер «Дороги» Джон Хилкоут, который в последние годы снимал исключительно музыкальные видео. Шпион среди друзей В основу сюжета этого проекта был положен одноименный бестселлер Бена МакКентайра. Шпион среди друзей – великое предательство Кима Филби. Сериал рассказывает реальную историю дружбы Николаса Эллиота и Кима Филби. Двух шпионов и друзей на всю жизнь, один из которых предал другого в самый разгар холодной войны. Главные герои долгое время трудились офицерами-разведки Ми-6. Казалось, они полностью доверяли друг другу, и у них не было тайн. Однако Эллиот остается в смятении, когда в 1963 году его близкий друг и коллега Ким Филби решает дезертировать в Россию после долгих лет тайной работы двойным агентом КГБ. Драма исследует тесные отношения между двумя разведчиками и показывает, как действия Филби оказали разрушительное влияние на британскую и американскую разведку, а также далеко идущие последствия для продолжающихся отношений между Россией и Западом. Рекрут Приключенческий многосерийный драматический триллер с Ноем Сантенео и Лорой Хэддок в главных ролях. Сериал расскажет о неопытном юристе, который устраивается работать в ЦРУ. В первую же неделю работы ему поручают встретиться заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из тюрьмы. Молодой агент не был готов к такому повороту событий. И знакомство заключенной втягивает героя в международный шпионский заговор. В сериале есть все то, что нужно для остросюжетного динамичного триллера. Есть детективная интрига, меняющийся сюжет и яркие персонажи. Три сосны Канадско-британский мистический сериал с Альфредом Малиной в главной роли. Также это экранизация детективного романа Луизы Пенни «Натюрморт», повествующего о главном инспекторе Арманди Гамаши, главы отдела убийств полиции Квебека. И он видит то, чего не замечают другие. Он подмечает важные детали, которые окружающим кажутся незначительными. И обнаруживает зло там, где его точно не должно было быть. Благодаря своим способностям он с легкостью раскрывает самые сложные и запутанные преступления. Очередное расследование приводит его в небольшую деревню под названием «Три сосны», где произошло убийство. Место кажется главному герою поистине идиллическим. Но позднее он выясняет, что практически каждый житель имеет скелеты в шкафу. Карен Пири В основу проекта легла серия книг «Вэл Макдермет» о шотландской женщине-детективе, расследующей так называемые «Висяки». А именно первая книга цикла «Отдаленное эхо». Речь пойдет о сержанте полиции Карен Пири. Она возобновляет дело 25-летней давности об изнасиловании и убийстве юной барменши. Подозрение сразу пало на троих нетрезвых молодых людей, которые нашли тело девушки, однако их вина так и не была доказана. Карен берется за это дело и находит прорехи в расследовании, что приводит к конфликту сыщиками, занимавшимися им ранее. История чередуется флэшбеками, и зрители видят параллельно как бы два расследования. И могут понять, что было ошибочным тогда и до чего не сразу додумались детективы сейчас. Госизмена Британский детективно-драматический сериал от сценариста спилберовского шпионского моста Мэтта Чармана. По сюжету после отравления главы МИ-6 высокий пост занимает Адам Лоуренс. Старательный агент с туманным прошлым. За перестановкой в британской разведке стоит российская шпионка Кара в исполнении Ольги Куриленко, которая так решает оказать Лоуренсу услугу и предупредить о дальнейших спецоперациях в Лондоне. Теперь Адам должен доказать, что не причастен к покушению на босса, сохранить брак со своей супругой, а заодно обеспечить безопасность страны. Литвиненко Очередной британский мини-сериал по мотивам реальных событий о бывшем российском шпионе Александре Литвиненко, смертельно отравленном в 2006 году. Сериал от сценариста Джорджа Кея сосредоточится на жене Литвиненко Марине и ее многолетних попытках найти виновных в убийстве мужа. После смерти Литвиненко офицеры полиции начинают самое сложное и опасное расследование в своей истории, которое продлится 10 лет. Пока полицейские пытаются узнать правду о гибели Литвиненко, его бесстрашная супруга требует у правительства Великобритании придать огласки имена убийце ее мужа. Главная причина дать сериалу шанс, так это участие Дэвида Теннета, который исполнил главную роль. Помоги мне, Тот Многосерийная юридическая комедия о необычном сотрудничестве матери, владеющей юридической фирмой, и сына, который согласился работать у нее сыщиком. Властная героиня во всем следует букве закона, а сынок, напротив, склонен вольно трактовать законодательство, когда оно мешает ему справляться с проблемами. Так ему приходится выводить на чистую воду недобросовестных клиентов, пытающихся облапошить страховиков. Их методы ведения дел полностью расходятся, а отношения никак нельзя назвать теплыми. Но, несмотря на это все, им удается сработаться, а заодно наладить хрупкие семейные отношения. Родня Сериал основан по одноименному бестселлеру «Октавии Баттлер» – одной из самых известных темнокожих писательниц-фантастов 20 века. В данной работе речь пойдет о молодой писательнице, которая переезжает в Лос-Анджелес. Но прежде чем она успевает обустроиться на новом месте, девушка мистическим образом попадает в прошлое – на довоенную плантацию начала 19 века. Там героиня знакомится со своими предками – белым рабовладельцем и чернокожей женщиной, превращенной им в рабыню. Непредсказуемые скачки во времени превращают жизнь девушки в хаос. К тому же она начинает замечать, что чем дольше она пребывает в прошлом, тем сложнее ей вернуться обратно. Это были новые сериалы, которые уже вышли в хорошем качестве. И если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и нажимать на колокольчик. И всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok